Препаратами Стимикс, НПО Биоцентр Дон, мы работаем уже более 10 лет. Изначально это, естественно, стерневые препараты, потому что на фоне химии, возможностей подделок, значит, урожайность действительно буксовала, вот, вредителей, болезней все больше и больше. И одним из факторов получения большого и большего стабильного урожая для нас показалось применением препаратов стерневого характера, которые могли бы приблизить посев озимой пшеницы, а это основная культура зерновая на Дону, по предшественнику практически к паровым. То есть отсутствие соломы – это отсутствие жужжи лицуби. Убираем одного вредителя, отсутствие соломы – это отсутствие возможных фузариозных, септориозных, сейчас перенофороз уже проявляет себя на наших полях. Следующим этапом это было, естественно, применение препаратов и агростимулин при протравливании семян. Вот, и один из характерных случаев, когда поздний посев озимой пшеницы 2013 года, после проса, весной, звоню Александровичу, Сергею Валерьевичу, ситуация такая вот, шильца, куча соломы, и что из этого будет дальше – непонятно. Давайте придумаем какой-то коктейль. По их рекомендации придумали коктейль, где также было и стимикс Нива, также и стимикс Стандарт и биофунгицид. И, в принципе, с обычной технологией применения аммиачной селитры и мочевины, получили на небольшом, правда, участке, всего 38 гектар, достаточно приличный урожай. Этот год характерен тем, что Мартыновский район осенью был побалован насадками, и озимый чмень достойный, и озимый пшеница Алексеевича в наших хозяйствах и других, значит, они были в достаточно хорошем развитии. Весной 11-12 февраля бурзлатала, значит, подкормка, конец марта прикорневая селками, 28 марта на озимом ячмене – минус 7, 2 апреля – минус 10, а может даже и больше. И вот такая картина, как показывал Петр Григорьевич, вот она была на суперэлите высеянной, вот для размножения хорошего, перспективного сорта зимой ячменя достойный. Применили, значит, биофидноцид, стимикс, фитостим-Б, поскольку мы работаем ультрамалобъемным опрыскивателем, 70-80 литров на гектар рабочего раствора, 300 литров воды, возить в поле за 12 километров, ну, просто это экономически невыгодно. Если работать химией карбинозима или, допустим, вот, другими препаратами, посмотрели на третий день эффект, через неделю позеленело, отработали стимик стандартным, с подкормками, и, в принципе, с еще одной обработкой по калашению, ну, 37 центеров, там, где озимый ячмень, чтобы все понимали, это не озимая пшеница, ему 7 градусов, как пшеница, 12, хватило бы для того, чтобы умереть и не встать. Вот, 37 центеров и 2 десятых из гектара, это неплохой по этому году урожай. По пшеницам до 50, вот, с применением уже устоявшейся линейки применения препаратов, также химия, это только гербициды, чтобы вы понимали, то есть очистить поле от сорняков, все остальное максимально с применением. Агростимулина, стимик стандарт, фитостимбэ, вот, вполне позволяют при традиционных 100 килограмм померзлоталой, 100 прикорневая, ну, и 2-3 подкормки мочевин. Вот такие вот небольшие скромные результаты. Ну, в принципе, в 2018 году и Лебедев, и Дегун были у нас на участке, где пшеница была по пшенице. Второй год, значит, засушливый год, скажу вам, был. Соседние поля выглядели уже в восковой спелости, у нас только-только молочные. То есть зеленые, красивые. Мы этот участок специально, значит, по линейке монокультуры оставили. В 2019 году 33 с нарастающим, в этом году 40. То есть пшеница по пшенице, после подсолнечника папа-мама, кто знает, понимает, о чем это речь. Вот, динамика видна с нарастающим. Качество 800, это натура. Протеин 13,5, ликовина 20 и с лишним. Я считаю, это неплохо. Если есть вопросы, готовы ответить. А скажите, вот вы цирку по урожайности назвали, а какая была в прошлом году урожайность? 32 средняя. Это вот какую культуру называли? Азимая пшеница. Азимая пшеница. Зима ячмень, это был пилотный вариант, как размножение с перспективой его дальнейшего культивирования в хозяйстве. Для Нартыновского района это? Высокий предмет, да. Александр Григорьевич, вот такой вопрос. Общая затратная часть увеличивается, одинаковая становится или уменьшается? То есть вот если бы работали по той традиционной модели, где комфициды, гербициды, у вас была бы дороже пшеницы, себестоимость? Или азбиология, она как становится у вас? Александр Григорьевич, увеличивается ответственность по применению. Это ночное время, это может быть кому-то некомфортно начать работу не в 7 утра, а начать ее в 18.00 и до полуночи, чтобы эти препараты действительно проявили себя в полной мере. Немножко коснусь обработки от стандартной, которая рекомендована по стерневым. Мы пошли другим путем. Влаги на период окончания уборки нет и никогда не было за всю мою жизнь производственную, больше 40 лет. Поэтому работаем, дискуем, потом работаем препаратами вашими, потом поперек это бараним. Осадок пыли после дискования на соломе, плюс бактерия, плюс еще это барана, это самый простой, самый дешевый способ, как говорится, и разровнять, и перемешать. Ну и в принципе проходит месяц, выпал осадок. Приходишь, как после гороха, к примеру, как после седерального пара, соломистых остатков пшеницы, практически отсутствует. По экономике это надо считать хорошо. Но дороже не стало? Ну дороже не стало ни в коем случае. А урожай-то показывает, что вот оно было, и оно было 27, а теперь применяем только гербициды, плюс эта биология, которая посильна. Это же, допустим, ну что такое 400 рублей затраты на применение стерневых препаратов. Ну меньше мешка пшеницы, в ценовом категории. А результат налицо. То есть уходим от жужжа лица. Я прошу. На себестоимость больше всего влияет, конечно, влияет ряд препаратов, применяемых. Но самое больше влияет масса, объем урожая. Урожай. Есть урожай, низкая себестоимость. Нет урожая, все тоже дали. Высокая себестоимость. Поэтому тут надо... Те затраты никуда не денешь, они все, как говорится, вложены. Надо работать в обучении урожая. Высокий урожай, низкая себестоимость. Тогда у меня вопрос такой. Стоит ли рекомендовать эту технологию для освоения фермерами, ну и сельхозпроизводителями на юге России? Знаете, те, которые имеют образование герономическое, уже практически убеждены. А вот масса людей, которые пришли к фермерству из-за развала бывших советских совхозов, колхозов, их трудно убедить, и только на опыте соседа. Вот они... А почему тебе растет, а у меня нет? Я почему на парах 48 получил, а ты 50? Это самый лучший аргумент. Как цианская почта, одним словом. Есть урожай, есть результаты. И начинают спрашивать, задавать вопросы. А таким образом и прочитают, и вашу книгу, и посмотрят, и на сайте рекламы, и рассказы. Время, время все поставят на свои места. Тогда еще вопрос такой хитрый. У себя на огороде препараты применяются? На винограднике. Я агроном винограда по образованию. 120 кустов винограда, в свое время от заморозков. Ну и препараты, в том числе, как микроэлементы. Виноград на вино или виноград? И такой, и такой, но четверо внуков в столовой нужен. А виноград на вино, ну это самое. А едио-мельдио держите или не дается? Нет, держим, потому что от традиционных, которые были аборигенными сортами, и неустойчивым к болезням приходится отходить, уходить. А современные столовые сорта, они достаточно устойчивые. То есть две обработки вполне. Две обработки биологические. До цветения, после цветения вполне достаточно. Ну если, конечно, не будет дождей. А на том, что ли на пастатоматах, на бурцахах? С поливной водой сложно, поэтому овощи, допустим, яйца. Только для себя. Объем. Правильно я понимаю, что в ИП лазовой фунгициды не применяются совсем? Практически, да. Практически. То есть вот эта биология? Ну, кроме линейки протравления. Инсульт перформ, как рекомендовано. Без него никуда. То есть вы обрабатываете семена, а дальше когда... Обрабатываете семена, и вегетацию, фитостимбер, да. Ну, чтобы не пугать этих продавцов химических препаратов, то есть у нас крайностей нету. У нас система адаптивного биологизированного земледелия. Что эта система дает? То есть мы не идем в органическое сельское хозяйство, но мы можем подвести к органическому сельскому хозяйству, и потом человек может сделать шаг. Просто по той причине, что у нас нету рынка органических продуктов. То есть можно вырастить органические продукты, но продаж по той же самой цене. И мы за то, чтобы использовать разумно химию, там, где она нужна, без нее невозможно работать. Ну, вот, например, когда у человека болит голова, а вы приходите к нему и говорите, слушай, нужно вести здоровый образ жизни. Он говорит, у меня голова болит, дай мне, пожалуйста, таблетку от головной боли. Вот такие таблетки должны в каком-то количестве быть. И нужно ими правильно уметь пользоваться. А там, где можно их избежать, значит, нужно переходить на те системы защиты, стимулирования роста, где эта химия не пригодится. Или, например, вот выращивают виноград, там есть такие болезни аидиум и мельдью. То есть и несколько обработок химических делается. Вот у нас есть такой Денис, который живет в Луганске, в Луганской области, который лет 5-6 назад вызвонил, говорит, слушай, я фанат по винограду. У меня 150 кустов, и я с них живу, потому что у меня зарплата, я работаю на кирпичном заводе, 5000 рублей. Вот там реально такая зарплата. И я хотел, вот с Киева раньше привозил препараты для органического земледелия, а сейчас там закрыто все. И мы смогли несколько лет подряд ему отправлять по несколько канистр и говорим, Денис, вот тебе задача партийная. Сделай нам виноград, вот как ты умеешь делать на биологии, можешь от химии отказаться, откажись, не можешь, не откажись. И он сделал технологию выращивания столового винограда, и когда в прошлом году я ему звоню и спрашиваю, как там у тебя дела, по сравнению, например, с крымским виноградом, он говорит, крымский виноград отдыхает, потому что вкусовые качества этого винограда, они абсолютно, и запах, и вкус, они совершенно другие. Согласны? И он выработал систему, где вообще можно без химии. Тогда что произошло дальше? Дальше произошла такая вещь, к сожалению, сегодня не пришел, не приехал Косов Владимир, он работает в Россельхознадзоре, у него гектар виноградников, у него старинные сорта коллекция, которые казаки привозили с походов на Иран, на Турцию. И мы что-то вот его уговорили, познакомил Черескапева с Денисом, и они сделали систему на техническом винограде, он выращивает виноград, делает вино. У него сейчас вино занимает первые места, то есть его вино бесподобно. И когда в прошлом году подали заявку на премию в Российскую Академию естественных наук, на экологическую премию, он получил первое место и благодарственное письмо с Государственной Думы. И мы привезли туда на дегустацию вино, вот честное слово, лучше этого вина нет. У нас сегодня подразумевалась дегустация, он сказал, ребята, виноват, приеду, всех напою. Вот мы будем стараться, когда мероприятия будут, хотя бы хоть что-то такое предметное надо пробовать. Вино бесподобное. То есть вопрос какой? Адаптивное биологизированное земледелие, то направление, которое мы создали в сельском хозяйстве, это разумное применение химии и биологии, и обязательная модель снижения себестоимости. Может быть я пару слов скажу с вашего разрешения? Можно? Я просто чуть-чуть... Мы все говорим в контексте необходимости, возможности смены агротехнологического уклада в сельском хозяйстве. И я вот пытаюсь разобрать базовые понятия. Ай-яй-яй-яй, этот не ту презентацию. Ну ладно, сейчас открыл. Вообще всегда нужно определиться, где мы есть на данный момент. Сельское хозяйство это жутко консервативная отрасль экономики. Жутко консервативная. Какие-то идеи, которые туда приходят, они держатся много-много десятилетий. Вот сейчас мы сидим на модели, которая была предложена в середине 60-х годов, когда Хрущев съездил в Соединенные Штаты и привез модель Нормана Барлауга. Норман Барлауг, одец основатель Зеленой революции, и за это получил премию мира, и Нобелевскую премию мира. И ему удалось на этой модели удвоить урожайность сельскохозяйственных культур в мире. Чем она интересна? Она стоит на четырех китах. Первый – это лучший сорт или гибрид, применение лучшего сорта или гибрида. Второй – много-много минеральных удобрений. Третья – хорошая защита с помощью химии. И четвертая – по возможности полив. И вот если мы так оглянемся, то все семинары, конференции от уровня районного до государственного разбираются только четыре темы. Какие новые сорта или гибриды появились, сколько будет стоить селитра, какая новая химия есть. То есть приняли ее в 60-х годах. В 60-х годах прошло где-то 55 лет в системе, да? Или больше? 55 лет. Но у нее, к сожалению, оказались недостатки, связанные с тем, что она запустила активную деградацию почвы. Мы потом по почвам немножко поговорим. И мы предложили резервный вариант, который заключается примерно в следующем. Мы эти четыре кита, на которых стоит система, переформатировали. Мы говорим, что если мы хотим открывать генетический потенциал сортов, нам нужно вернуться к старым вещам, которые были в 50-е годы. Ведь российская, СССРовская наука развивалась. Там было так называемое агробиологическое направление в сельском хозяйстве. И поэтому мы говорим первый пункт. Хорошо он предложил применять химические средства защиты растений. То есть, ладно, значит у нас будет грамотная защита растений, правильная химия на основе анализов, плюс биология. Мы знаем, что любой химический препарат 14 максимум 21 день действует. Потом он, действие заканчивается, и потом заново растение может заболеть. И наша задача была поселить каких-то микробов, которые территорию занимают. И мы применяем, когда это все. Например, когда семена протравливаем, кладем какие-то микробы, которые территорию займут. Когда с гербицидом выходим, мы чуть-чуть микробов кладем. Когда с фенгицидом выходим, чуть-чуть микробов кладем. И когда растительные остатки мы обрабатываем, мы кладем микробы, которые разложат эти остатки, и которые способны приживаться в почве. То есть, нам нужно главное, чтобы эти микробы приживались в почве. Поэтому следующий этап у нас восстановление плодородия почвы через работу с пожненными остатками. Я попозже все это расскажу. Третье. Дробные некорневые подформки минеральными удобрениями по фазам развития. Петр Григорьевич об этом говорил подробно. Называйтесь, берете микроб. И вот это называется биометод. Вот я, как практик, с многолетним стажем агрономическим говорю, что биометод вещь ненадежная. Что у нас не разрешено использовать микробы-гиперпаразиты, задача которых убить других микробов. Есть микробы-гиперпаразиты. У меня в коллекции есть бацилл-суптилусы, военные штаммы, 15 граммов на гектар и никаких болезней. А на следующий год идет взрыв, начинается мутация. Они нарушают равновесие в системе. И мы получаем, вылезают уже болезни, которые там химии даже не возьмешь. И у нас в России идет метод использования сапрофитных микробов. То есть, которые не убивают, но просто его задача заселить и эту территорию держать. Почему мы берем-то с химией, работаем? Мы нашли микробы, совместимые с химией. Когда химию обработаешь, химия зачищает территорию. Не микроб зачищает, а химия зачищает. А потом микроб начинает ее осваивать. И вот второй уровень, уровень биоконтроля. Когда поверхность растения, вся территория заселяется дружественными растениями микроорганизмами. И поверхность корней, и поверхность листа. И не надо, чтобы они кого-то убивали. Важно, чтобы они жили, чтобы эта территория была занята. Очень плохо, когда не занятая территория. И вот на этом уровне мы имеем тот результат, который ребята сейчас рассказывают. Для чего мы собрались. Но есть еще третий уровень. Третий уровень запредельный. Третий уровень, когда можно с помощью определенных манипуляций. Этим занимались агробиологи в конце 80-х годов. Было целое направление агроцинологии или цинологии. И они говорили, мало иметь микробов, надо заставить их еще работать. Потому что, когда мы кладем постоянно минеральное удобрение в почву, микробы почвы не хотят работать. Они говорят, все равно хозяин нам принесет и даст. Чего нам работать лишний раз? И вот вопрос, как этих микробов заставить связывать азот. И тут появляется парадокс. Нам говорили, что без удобрения мы можем получать 12 центеров. С удобрениями, если вы хотите, можете получить много больше. А искусство третьего уровня, это как с помощью микробов получить минимум 750 кг селитра на гектар. А максимум до 15 тонн селитры. Но это большая тема. Я боюсь, что те, которые будут смотреть, будут кидать мне камни и будут про меня плохо говорить. Но на самом деле эти темы обсуждаются. Приезжал Рик Бибер два раза. Вот три конференции зимние по наутил. Которая организация, которая занимается внедрением системы наутил, их приглашала. Он рассказывал в Северной и Южной Дакоте. Они придумали способ. Там сеются специальные пожневные культуры, которые дают стабильно, ну где-то в районах 235 кг азота ПДВ или 750 кг селитра. То есть эти вещи, 700 кг селитра, то есть это вещи, которые позволяют управлять плодородием почвы. Последний момент, который я хочу показать, это вот такая вещь. У нас путают понятие плодородия почвы. На самом деле есть ГОСТовское определение 87-го года, что плодородие почвы – это способность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, влаги и воздухе. То есть не только элементы питания, но влага и воздух. А также обеспечивать условия для нормальной жизнедеятельности. Но у нас вот идет подмена понятий плодородия почвы. Оно отличается от понятия агрохимический потенциал урожайности. Это то, что меряют агрохимики. Я хочу показать эту интересную таблицу. Вы видите, что она получена в Институте удобрений имени Прянишникова. И она интересна чем? Когда мы говорим, что если мы связываем плодородие почвы с количеством минеральных удобрений, у нас получается, вот Россия, например, в среднем по стране 17 кг умножить на 3, это получается порядка 50 кг минеральных удобрений, 25 центнеров в среднем. Белоруссия, например, на 35 центнеров кладет 185 кг ДВ умножить на 3, это получается 600 кг минеральных удобрений. А китайцы, видите, народ очень буквально все понимает. Они построили несколько заводов минеральных удобрений и на 1 гектар пашни кладут 526 кг ДВ или в физическом выражении больше 1,5 тонн минеральных удобрений. А урожайность у них 59 центнеров. То есть мы говорим, что плодородие почвы – это отдельная категория, это феномен, который в почве происходит, и он не привязан. Этот феномен не привязан к количеству минеральных удобрений. И что наше искусство, как те минеральные удобрения, мы же не отказываемся от них, использовать более грамотно. И выяснилось, что система некорневых подкормок, о котором потом будет Сергей Мернов рассказывать подробно, потому что картофель они вытаскивали только так. Вот это и есть искусство работы с минеральными удобрениями, которые в этом случае становятся даже стимуляторами роста растений. То есть минеральные удобрения не только питания, а еще и стимулирование роста растений.